Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. И я хочу вам сегодня рассказать, друзья, о колясочке от компании Tutis. Моделька называется Jogo. Это легкая прогулочная коляска. Она не так давно появилась в ассортименте сети магазина First Buggy, первая коляска. Наверняка знаете, о каком магазине я говорю. Вот. И, как по мне, очень достаточно интересная колясочка у них получилась, особенно по соотношению цена-качество. Вообще, бренд Tutis меня впечатлил. Они сейчас делают такие классные колясочки, постоянно какие-то акции. И по соотношению цена-качество, ну, прям топчик, друзья. Поэтому досмотрите этот обзор до конца. Ссылка внизу на эту колясочку будет в описании на First Buggy. Если в обзоре понравится, и вы там, например, еще какую-то выбираете, можете заказать две, курьер две привезет, вы выберете одну какую-то, а другую увезет. Если у вас нет, то вы можете приехать в магазин. Но лучше, конечно, приезжать и уже из множества выбирать. Ну, это достаточно интересный вариант. Поэтому давайте сегодня с вами его разберем. Посмотрим, что он себя представляет. Tutis это Литва. Сразу вдруг, кто не знал, производитель дает гарантию один год. Колясочка создает такое впечатление с добротной, крепкой, такой монументальной конструкцией. Ну, и весит она 7,9 килограмм, наверное, поэтому очень сбитая, плотная, хорошо собранная колясочка. Наклон здесь, кстати, 120 градусов и лежит ребенок 175, это я чуть позже покажу. И сразу хочу заметить, коляска с 6 месяцев. Она не с рождения, а с 6 месяцев до 22 килограмм веса ребенка. Можно, соответственно, ее эксплуатировать. Ширина колесной базы, вот это я все в расстоянии ширины, 45 сантиметров. Если я не ошибаюсь, я не последняя, как говорится, информация, инстанция. Да, и могу ошибаться, но, по-моему, это расстояние 45 сантиметров как раз-таки, чтобы можно было проехать между рядами в самолете. Но я могу ошибаться, если вы знаете точную информацию, какие-то стандарты существуют в самолетах, вот этого прохода, то напишите в комментариях, с удовольствием изучу. Мне самой действительно это интересно. Вот, смотрите, что касается тканей. Начнем с них, потому что вот я могу похвалить только Тутес за ткани. Ткани действительно приятные, тактильно очень приятные ткани. Они, как заявлено, гипоаллергенные, натуральные, все такое. И у меня как бы сомнений нет, потому что ткани действительно классные. Козырек здесь, на самом деле, достаточно большой. Вот, вы видите, он закрывает полностью ребенка. Но это можно вот так вот уменьшить его. Эта секция дополнительно открывается на замочке. Ну, как закон, все обычно вот так пользуются. Вот, козырек большой. У изголовья в самом верху есть вот такая вот, с закрытой москитной сеточкой, ну, с черной сеточкой, назовем ее так. Там внизу полиэтилен, все закрыто. Смотровое окошко с тонированной пленочкой, чтобы ребенку тоже не напекало в то же время головку. И вы можете видеть, что он там спит, не спит. Вот, собственно, с этим все хорошо. Давайте идем сверху вниз, сразу по ручке скажу, друзья. Сразу хочу подметить, что ручка обита эко-кожей. И эко-кожа действительно хорошего качества. Тактильно очень приятная, мягкая, не кажется каким-то дешманским. В общем, она качественная, приятная эко-кожа. Претензий нет. С ровной, красивой прострочечкой. Хорошо, добротно пошитая. В общем, классно. Единственное, что я люблю ручки потолще. Она тут немножко тонковата. Мне бы хотелось, чтобы ручка была такая более толстая. Хват более уверенный. Но это кому как. Соответственно, идем дальше. Давайте посмотрим на сидение. Уберу козыречек. Сидение, вот те самые, 120 градусов. Это не 90, но в медицинских, скажем так, целях это, наверное, так сделано. Как заявляют производители, что врачи рекомендуют, что под 90 нельзя сажать детей, потому что это напрягает их позвоночник. А в юном, очень маленьком возрасте это не полезно. Поэтому делать небольшие завалы назад, чтобы ребенка спина меньше напрягалась. Но 120 это вполне отличная нормальная посадка. Ребенок не очень завален назад. С этим все хорошо. Также в спинке здесь интегрирован матрасик. Он достаточно мягенький. И в дальней дороге, не в дальней, а в долгой, скажем так, прогулке, ребенку будет там нормально находиться. Что мне еще очень нравится, здесь используются мягкие, причем, слово очень, очень мягкие, на самом деле, мягкие накладки на ремень. Они прям наполнены, видимо, поролоном чем-то. И очень нежно будут касаться плеча ребенка. Также здесь мягкая накладка на паховой зоне. Пятиточечные ремни классические. Все стандартно. Бампер. У нас, соответственно, тоже обид эко-кожей, такой же, как используется и в ручке. Бампер, как калиточка, откидывается. Все хорошо. Что мне еще нравится? Расстояние от бампера до спинки достаточно большое. И ребенок нормально, просторно там находится. Подножечко здесь у нас регулируется с помощью двух кнопочек по бокам. У основания подножка прорезинена. И, соответственно, практичнее так. Ухаживать за ней легче протирать. Ну и куда без ступеньки. Широкая ступенечка для ребенка имеется. Так, давайте я сейчас опущу. Смотрите, здесь, чтобы опустить, используется система ремней. Опускаем. Вот те самые 175 градусов. Ребенок хорошо лежит. Видите, здесь есть борта, чтобы ребенку меньше дуло. И он хорошо закрыт. Закрываем козырьком. А если мы еще и будем использовать накидку на ножки. Накидку на ножки, которая идет в комплекте, то мы хорошо полностью закроем ребеночка. Вот вы видите, она внахлёст одевается на подножку снизу. Скрепится с помощью кнопочек, не липучек, самое главное. И вот хорошо мы плотно закрываем ребеночка в непогоду. Так что, если снега не навалило, то можно и в этой коляске даже зимой, в принципе, ездить. Вот. Поэтому с тем, как закрыть ребенок, здесь все хорошо. Ну а летом же мы можем сделать вот так вот. Открыть эту секцию и проветривать ребеночку. Вот так это все заворачивается. На резиночке крепится. И не мешается. Чтобы поднять, нам нужно просто потянуть за ремешок. Как по мне, вот система ремней это быстро. Раз, раз и все. Поэтому, не знаю, некоторые люди просто не любят ремешки. Ищут кнопочкой. Не знаю, как по мне, что в лоб, что по лбу. Так, давайте теперь посмотрим на основание. Рама, повторюсь, очень хорошо и мощно собрана. Подгонка здесь отличная. Ни люфтов, ни зазоров, ни скрипов, нет ничего. Колеса здесь просто резиновые, с возможностью блокировки. Если это надо, какую-то плохую дорогу преодолеть. Амортизация спереди имеется. Естественно, она имеется и сзади в таком случае. Вот, тормоз самый классный, когда мы оба раза сверху нажимаем и не портим обувь. И нормальный человеческий багажник, в который можно спокойно упаковать, положить что-то более-менее большое. Основание здесь твердое, провисать сильно не будет. Поэтому все нормально с багажничком. Я тут не вижу, какой он вес выдерживает. Но в среднем 2,5 килограмма средний статистический багажник, обычно пишут производители. Но как закон они выдерживают больше. Так, давайте теперь посмотрим, как колесочка складывается. По комплектации на самом деле только накидка ножки идет, больше ничего нет. Вот, и нам осталось посмотреть, как она сложится. Рекомендую, когда складываете, убирайте с багажника крупные вещи, потому что они обычно мешают нормально сложиться. Чтобы ее сложить, здесь нажимаем на кнопочку и на большую тоже спереди нажимаем. Все это вот так вот стоит прекрасно. И размер, как по мне, просто идеальный для путешествий. Транспортировать можно ее с помощью рамы самой за нее приобраться. Сбоку, ну, неудобно здесь, рама такая, очень много элементов имеет, и схватиться особо не за что. Поэтому лучше брать, соответственно, вот так вот. Чтобы ее разложить, нажимаем то же самое, эти же кнопочки. И вот таким образом раскрываем. Так, собственно, по-моему, все, что хотел рассказать, рассказал. Как по мне, повторюсь, отличное соотношение цена-качество. Вот сделали в этой коляске. Вообще по бренду Тутис, наверное, по всем моделям так. Ну, это очень удачный экземпляр. Как по мне, очень плотно, уверенно, хорошо едет. Нету расхлябанности, дешевизны не чувствуется вообще. Она чувствуется дорогим таким продуктом. Поэтому я очень рекомендую обратить на ее внимание, если вы ищете подобную колясочку. Повторюсь, можно привести две на выбор у нас в магазине, если это будет нужно. Вот, поэтому, если коляска понравилась, ссылка внизу в описании есть. А обзор, если вам понравился, ставьте свой лайк, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите в комментарии. Можете просто написать комментарий. Это очень помогает развитию, продвижению этого видео, вообще канала. Мне будет очень приятно, а вам не трудно. А я, в свою очередь, хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока.